Потасовка со стрельбой произошла здесь около 12 часов ночи. Сегодня о ночном происшествии по улице Тимуровцев напоминают лишь следы крови на снегу. Группа неизвестных молодчиков поджидала 22-летнего парня возле этой девятиэтажки, когда тот, по всей вероятности, возвращался домой. Жильцы, ставшие очевидцами конфликта, сразу вызвали полицейских и скорую помощь. Рассказывают, парня начали избивать безо всяких разговоров. Сначала битами, а потом руками и ногами. Когда тот попытался вырваться и заскочить в подъезд, кто-то из толпы вытащил травматическое оружие и выстрелил в него несколько раз. Человек 20 догнали парня, ну около 20, били битами, ногами, стреляли в него с травматического оружия, в упор причем стреляли. Причем, когда последний убегал, ну выстрелил от риток точно в упор сделал. По голове битыми били, очень сильно били. Ну это продолжалось минут пять и убежали все. Потом сказали, все, хватит и убежали. Только после этого жильцы дома выбежали на помощь пострадавшему. Хорошо, что он вообще соображал еще что-то после этого. Подняли, посадили в лавочку. Он соображал все. Что произошло вообще, кто он такой, где он находится. То есть, жить будет. А что сам говорил? Вообще непонятно, да, из-за чего? Да не, ну как он... Ему не до этого, я думаю, было. Ему главное было в скорую сесть и уехать. Первыми приехали медики, а вслед за ними и следственная оперативная группа. Парня с ушибами, ссадинами и синяками от резиновых пуль доставили в больницу. А эксперты тем временем допрашивали свидетелей и осматривали место происшествия. Данное событие было внесено в Единый реестр досудебных расследований по квалификации части 4 статьи 296 «Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к ночному происшествию. Инна Степанишина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.